Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим о качестве школьного образования. Претензии по этому вопросу сыпятся, начиная с 90-х, а может даже и раньше. Учат плохо, учат не те, не тому. Школьники стали не те. Так-то или нет, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Хочу представить, это Екатерина Христенко, учитель биологии средней школы номер 46 областного центра, а еще финалист всероссийского этапа конкурса «Учитель года России-2021». Екатерина, добрый день! Здравствуйте! Екатерина, все-таки нынешнее образование, вот действительно, к примеру, качество педагогического состава, вот говорят, что сильно упало. Я все время задаюсь вопросом, а как же так, неужели на педфаке стали хуже учить? Хуже стали учить или нет? Я не очень хочу обсуждать, как учат на педфаке, потому что я на педфаке не проходила обучение, но про качество педагогического состава, это, конечно, насущная проблема, не будем скрывать. Еще в прошлом году, когда я участвовала на муниципальном конкурсе, одно из конкурсных испытаний было публичная лекция. И нам предложили тему, а мы должны были написать вот какую-то проблему современного тверского образования и показать пути решения этой проблемы. И, посовещавшись со своим административным коллективом школы, я решила, что я буду обсуждать как раз тему удушающего кадрового голода. И получилось, что я немножко пошла вразрез с моим коллегой, который такую же тему выбрал, но он предлагал брать в школу всех хороших специалистов. То есть независимо из того, есть педагогическое образование или нет. Я же, наоборот, подняла тему о том, что вот этот набор по объявлению, когда берем всех, у кого есть хоть какое-то образование в школу, он приводит к чему? К тому, что молодые коллеги, которые приходят, они, во-первых, у них какие-то завышенные ожидания от работы в школе. То есть они там, не знаю, каких они ждут зарплат, или что они будут отдыхать после работы, неизвестно. Давно, это уже притчевый изыск, что учитель мало получает. Давно. И все равно думают, что не может быть, что так все плохо. И вот все равно для них становится это неожиданностью и шоком, что поначалу, конечно, зарплаты ниже. Во-вторых, они считают нужным повышать свою квалификацию, потому что они считают, ага, зарплата маленькая, зачем я буду стараться? Что мне изучать? Я и так все знаю. Что мне нужно, я знаю. Соответственно, они не стремятся самосовершенствоваться. А если ты не хочешь обучаться, вообще учитель, это такая профессия, когда ты сам учишься всю жизнь. Как ты можешь обучать других людей, если ты уже считаешь, что ты все знаешь? Ну, это известная же латинская поговорка, да, кеодискимус, обучай, учимся сами. Да, абсолютно верно. И я говорила о том, что нужно как-то мотивировать не только детей, которые сейчас размотивированы, да, и об этом тоже везде говорят, о том, что мотивации у детей не хватает. Нужно мотивировать и современных молодых педагогов, потому что в 2010 году, когда президентом был Медведев, вот, он сказал о том, что приходят педагоги будущего, учитель будущего, так вот, учителя будущего, это дети, получается, цифровизации. То есть я сама отношусь к этому поколению. Когда мы росли, у нас уже появились, ну, может быть, не в самом детстве, а вот уже в подростковом возрасте у нас появились телефоны, компьютеры и так далее. И вот учитель будущего уже педагог цифры. То есть он уже сам привык искать информацию в интернете, а не в учебниках, да. То есть он уже сам не любит тратить время на лишние какие-то телодвижения. То есть ходить в библиотеку, что-то там изучать, добывать информацию. Зачем? Можно погуглить, и все выдаст. Да, соответственно, вот эти современные учителя тоже уже не такие уж и мотивированные. Их тоже нужно мотивировать. Я говорила о том, что давайте будем проводить какие-то не семинары для учителей, а мастер-классы. Потому что семинар слушать неинтересно, да. А вот на практике работа движется. И меня услышали, мой голос был услышан. И сейчас мы начали. И будем продолжать это, ну, что мы сделали. В общем, я провела первый открытый урок для педагогов со всего нашего города. С трансляцией через Zoom. То есть когда я проводила мастер-класс, давая урок на детях, как этот урок должен проходить. На развитии функциональной грамотности, о которой сейчас везде говорят, но никто не хочет слушать. Считаю, что это очередные какие-то, ну, бумажная рутина, работа ненужная и нагрузка на учителей. Так вот, я дала мастер-класс, как это может выглядеть. И как это хорошо было воспринято детьми. Насколько они были заинтересованы. Как это вообще урок прошел великолепно. Я потом много положительных отзывов получила. И этим заинтересовались даже в том числе на биофаке, где идет тоже педагогическое образование, где студентов, ну, как бы обучают, да, дополнительно дают педагогическое образование. Там тоже заинтересовались и предложили сотрудничество. То есть мы сейчас идем как раз в сторону расширения связей. И эта связь будет и горизонтальной между школами, потому что я буду приглашать, мы будем приглашать педагогов с других школ, там учителей года в том числе, да, давать свои мастер-классы для молодых педагогов. И, соответственно, вертикальное, да, когда мы будем общаться с вузами, в том числе с ТВГУ. Хочется, конечно, расширять эту сеть, так называемое, там, сетевое, ну, как-то, сетевое взаимодействие, да. Вот, но это начало уже положено. Поэтому я надеюсь, что как-то, может быть, с мертвой точки сдвинется. Тем более на примере своей школы уже, могу сказать, молодые педагоги, посмотрев мой открытый урок, очень сильно вдохновились и даже стали подходить ко мне, накидывать какие-то идеи, говорят, вот если я вот так сделаю детям, вот как ты думаешь, там, ну, подходили молодые коллеги, интересовались. Это приятно, это говорит о том, что это действует. Поэтому просто молодое поколение учителей тоже нужно мотивировать. То есть мы должны работать не только на детей, но и на молодых педагогов. Тогда, возможно, качество педагогического состава повысится. А дети? Дети тоже. Разное мнение. Кто говорит, что нынешние дети классные, кто говорит, наоборот, что совершенно не хотят учиться, выходят из школы, элементарных вещей не знают. Элементарных. Всегда были дети, которые высокомотивированы, олимпиадники. И всегда были дети, которые совсем ничего не хотели делать и просто ждали, когда эти 9 лет закончатся, каторги, да, и они пойдут в свободное плавание. Я говорю по себе. Я училась, у нас был класс, где совершенно разные были ученики. Так и сейчас. Поэтому, когда я пришла в школу, вообще готовили меня со словами «дети стали хуже». Я пришла в школу, обнаружила, что дети стали лучше. То есть в плане взаимоотношения с учителем оно стало другое. То есть мы учителя больше боялись все-таки. Они учителя любят. Я бы так сказала. Сейчас есть даже такое популярное. Дети посмеются, наверное, когда я скажу. Есть популярное выражение у детей. Это «teacher crush». Это когда «любимый учитель» для них переводится. То есть они выбирают себе того учителя, который будет для них какой-то идеалом, целью. То есть они даже, вот я бы сказала, часто идеализируют учителя, что тоже не очень хорошо на самом деле. Потому что все мы люди, и у всех есть свои недостатки, достоинства. Но они иногда настолько тянутся к учителю, что они в нем слишком сильно разочаровываются. И это приводит к обратному эффекту, понимаете? То есть когда ребенок несколько лет восхищается, а потом что-то в учителе ему кажется разочаровывающим, и идет полное отторжение и к педагогу, и к предмету, и вообще, в принципе, к учебе, что страшно. Поэтому все время приходится держать с детьми все равно какое-то расстояние. Несмотря на то, что я очень люблю детей, очень люблю своих учеников, все равно приходится... Мне кажется, расстояние должно быть. Расстояние должно быть. Нет. Хочется, чтобы они были рядом, хочется, чтобы они тянули, чтобы они видели пример. Это нормально. Но все-таки приходится иногда говорить нет, то есть подальше. То есть когда они пересекают, потому что они не видят этой грани. Вот мы все равно, я помню, что боялись к учителю подойти, обниматься, очень стеснялись. У нас в голову это не пришло. Приходило иногда, но это было очень редко, чтобы я обняла свою учительницу. Мне кажется, таких прецедентов почти не помню. У нас точно такое нарушение субординации элементарной и так далее. А сейчас дети проявляют свою любовь путем каких-то таких тактильных вещей. Часто и приходится говорить нет. Потому что, во-первых, это может быть воспринято неправильно. То есть мы живем в 21 веке, любят воспринимать неправильно люди. Во-вторых, дети действительно слишком сильно привязываются. И это тоже беда. То есть это не такая беда, как то, что есть невоспитанные дети, которые не считают учителей вообще достойными уважения. Такие тоже есть, к сожалению. И были, собственно говоря, тоже на самом деле. Просто теперь об этом больше говорят, я бы сказала. Если раньше все это было незаметно, потому что если не напечатали в газете, не показали по первому каналу, то об этом никто не знал. А сейчас любовь в сеть выложил, снял. А сейчас сфотографировали, сделали мем с учителем, выложили, посмеялись. Еще что-нибудь придумали. И все это транслируется через интернет. Поэтому теперь это все выходит на поверхность. А отношение детей к учителям было разное всегда. Я помню, как мы относились к учителям. Я помню, что я была очень спокойным ребенком, рассудительным. И очень любила учиться. То есть у меня всегда была тяга, даже вопреки, я бы сказала, я любила учиться. Но были у нас учителя, у которых я даже себя вела не очень хорошо. Не потому что я плохой ребенок, потому что разные учителя, разные отношения к этим учителям было. И сейчас так же. Спасибо большое, Екатерина. Наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, какие сейчас современные учителя и ученики в школах. Все по-разному, как, собственно, и было всегда. Спасибо большое. До новых встреч. Не за что. До новых встреч.